Вы поймите, когда мы говорим, мы должны так говорить, чтобы нас поняли. Потому что просто мы много говорим, много слов и нервничаем все, а люди послушают и не поймут. Вот я вам говорю, что это будет еще продолжаться долго, и я не хочу этого. Но американцы уже проговорились, что это надолго. Логика какая? Конфронтация России, Запада и так далее. Вот-вот, на украинской территории. Вы же поймите, для чего переворот устраивали? Что на один год пошуметь, побузить и все закончат что ли? А как ответить перед ранеными, перед убитыми? То есть, киевский режим или война, он остается. Вернее, погибает режим. Если настоящий мир, он тоже погибает. То есть, хуже всего Порошенко. Захватить Донбасс он не может, а не захватывать он теряет власть. Поэтому загнали его в такую вот, как бы, дилемму. Что режим обречен на войну или уйти со сцены. Так пусть сразу сдается. Им нужен Горбачев, чтобы уйти со сцены. Кроме нашего Горбачева, никто не уходит. Ничего себе. Вот что имел в виду Некрасов, все мы должны понять. Что любая война, она заканчивается. Вот мы закончили в 45-м, мы победили. Но армия была 11 миллионов. Мы оставили 4, 7 миллионов куда пошли? На работу, в колхозы. А часть куда пошли? В криминальные структуры. И резкий взлет преступности. Жуков в Одессе расстреливал их и на Урале. В этом плане все правы. Любые мужчины, которые напились кровью, обозлены, ранены были. Если они не могут приспособиться к мирной жизни в любой стране мира, часть из них пополнит криминальные структуры. Поэтому здесь не надо спорить об этом. Мы все на то, чтобы войну закончили. Мы понимаем, кто здесь прав, не прав. Что Донецк прав, Луганск прав. Но общая война всем приносит горе. В этом плане нельзя здесь выбирать, где кто на чем воевал. Это люди все обозленные. Вы совершенно правы. Поэтому желательно, в принципе, скажу кощунственную вещь. Желательно и Вашингтону, Брюсселю, Киеву и Москве, чтобы война продолжалась. Чтобы они убили друг друга. Экстремисты. Да. Да, чтобы люди, которые там сожгли, там в Казань, люди перебьют друг друга. Они тоже оружие спрячут. Им тоже хочется что-то делать потом. Как вы думаете, в ИГИЛ поехали сейчас на Ближний Восток? Зачем? Повоевать и вернуться в Уфу, в Казань. Везде вернуться и будут здесь создавать такие жакряты. Повоевать и вернуться в Уфу.